Когда-то село Деиндык было на грани закрытия, а сейчас это образцовый аул. Входит в топ-30 по Казахстану, хотя живет здесь всего лишь чуть больше 200 человек. Населенному пункту не дает угаснуть селообразующее крестьянское хозяйство. Подробнее расскажем в этом выпуске программы «Малая Родина». Вы смотрите Хабар-24 и мы в Акаинском районе Североказахстанской области. Это будет новая улица. Называться будет Жангак, Казахстан. Серьезно? Серьезно. Здесь планируем 18 домов. Дом, гараж, летняя кухня. Здесь кто будет жить? Специалистом строим. Рабочей силы в ауле уже не хватает. А вот условий для труда в избытке. У Лжаша и Мердина сейчас возводят новые дома для будущих потенциальных работников. Сейчас в крестьянском хозяйстве работают свыше 100 сотрудников. В основном это местные, жители села Даиндых и приезжие из соседних аулов. У нас много спрашивают работу. Много кто интересуется. Мы из пяти сел возим на работу, чтобы они у нас работали. Не хватает. Своего населения не хватает здесь. Бесплатно живут, до пенсии работают, на пенсии подарим. Всем? Всех так? Всех так. Или все-таки они какую-то долю, часть платят? Нет, ничего не будет. Ничего? Да. А если вот он пришел, у вас чуть-чуть поработал, потом уволился, все? Ну, тогда съезжает, да. Строительство этих домов планируют завершить в следующем году. По плану внутри будут три спальни, зал-студия и кухня. Масштабная стройка – отправная точка для расширения села. Раньше была здесь, вот эта улица была до 90-го года где-то. Потом, когда развал был, то все, что этой улицы не было. А раньше еще деды мои здесь жили, когда они здесь жили. Ну, то есть село было гораздо крупнее. Да, крупнее, вот до того леса было. Вот эти вот фундаменты стоят до сих пор. Это что за материал такой интересный? Это материал арболит называется. Это щепа. Щепа. Знаете, щепачу-то? Угу, да. Дерево вот это. Как опилки, но щепа покрупнее вот она. И плюс цемент мешается, форма заливается. А что это дает? Тепло. Очень теплое. Вот все дома, которые построили, зимой дети босиком дома бегают. Для нашего климата как раз, для северного. В домах, которые построили несколько лет назад, уже живут семьи. Салемецве, здравствуйте. Мы к вам в гости. Посмотреть, как вы живете тут в новом доме. Проходите. Как здесь живется? Нормально. Только покажите нам. Мечта. Мечта? Наконец-то моя мечта сбылась. Мечта жить в уютном доме с отоплением. Прежнее жилье, вспоминает Кульбаршин Шалабаевна, было намного скромнее. Женщина родом из Доиндыка. Помнит рассвет, развал. И сейчас на ее глазах восстанавливается ее родной населенный пункт. Говорит, в таком ауле, как сейчас, стало комфортнее жить. Так хочется на работу. Ну, здоровье не позволять, да еще старое уже. Работа есть. Есть, работа есть. Все есть. На селе хорошо живет. Конечно. Отлично. Вот жить хочется мне. Невестка Кульбаршин Жанна, тоже коренная жительница Доиндыка. Отучилась в городе на медика, 10 лет отработала там, в больнице. В итоге вышла замуж и вернулась обратно в аул. Признается, это и был изначальный план. Я всегда была, как сказать, близка к своему родному селу. Вообще мне вот это вот все нравится. Вообще радостно. Потому что, сколько я помню, когда уже в сознательном периоде в деревне было где-то 50 дворов. Дорога была, мы когда студентами были, дорога была вообще плохая. Просто грейдер. Если дождь пойдет, дороги нет. Не приедешь. Если приедешь, то уехать. Это с трудом пока высохнет все. Сейчас красота, 5 минут там, и все, и уже до трассы. После выхода из декрета Жанна хочет вернуться в медицину и улучшать развитие сферы на селе. Пока сидела в декрете, отучилась на мастер-минекюра, барбершоп. И дополнительно вот пока работаю в декрете, сижу. Но в будущем, думаю, устроюсь медиком. Я для этого и приехала. Я хочу немножко поднять медицину на другой уровень, потому что 10 лет немало, это стажа. Я работала в разных сферах медицины. В ауле созданы условия и для детей разных возрастов. Мини-центр построили тоже мы за счет хозяйства. И потом отдали государству, подарили полностью. Также отремонтировали школу полностью. Из государства выделено было 7 миллионов, а остальные сами добавили. Сколько? Ну, там около 20 миллионов, наверное, сами добавили. Ну, прилично. Да, прилично. Также рядом построили спортзал. 15 миллионов обошелся нам, и мы его тоже подарили школе. Школа-то, она давно работает. Тут одни стены только остались, когда мы ее ремонтировали. Полностью все. С нуля практически подняли. Все полностью. Пол, везде все. Везде пол будет проваленный. Вот это все. Все поменяли. За лето все построим. За одно лето. Это в каком году было? Это года три назад. 19-го, по-моему. А мини-центр с какого года? Он тоже год. 18-й, по-моему, год. Ну, получается, 4 года уже спокойно, все стоит, нормально. Все нормально стоит, все работает. Отопление везде центральное. А сколько времени заняло, чтобы здесь все благоустроить? Мы быстро сделали, за лето сделали. Два этих заведения рассчитаны примерно на 170 детей. В садике 20 мест. Все они заняты, а школа пока наполовину пуста. Не исключено, что скоро учеников будет гораздо больше, особенно после новых переселенцев. Питание полностью детям мы обеспечиваем бесплатно. Все классы? Все классы. Садик, все полностью. Также в селе построили бильярд, кафе, заасфальтировали дорогу. Сейчас в списке актуальных проблем плохое качество связи. На объектах селообразующего крестьянского хозяйства работает Wi-Fi. Начался с самого начала. Еще в 97-м году, когда в деревнях света не было, мы начали уже стройкой заниматься. Представьте себе, я вот приехал в деревню, 28 дворов осталось, сейчас 70 стало. Но перспективы мы хотим довести до 100. Если нет дворов, значит нет людей, жена. Нет людей, значит некому работать. Поэтому начали строить. Все, которые уехали, их начали приглашать назад. Вообще до этого у меня было крестьянское хозяйство. Два года занимался. 29 гектаров. А потом сельчане попросили, чтобы я забрал их полностью пои и занимался всей деревней. И вот в 97-м году я начал заниматься полностью селом. В этом году урожай собрали уже 25-й раз. Биржан Ательманович скоро уже выйдет на пенсию. И дела давно передал сыну. Но все равно периодически приезжают сюда. Ему интересно наблюдать за развитием села. Команда очень хорошая у нас. Все молодые ребята. И механизаторы, и специалисты. Знают свое дело. Поэтому, наверное, результаты у нас неплохие. Много строим, много покупаем техники. На хозяйстве между работниками сформировалась здоровая конкуренция. Правило здесь такое. Нет фиксированного оклада. Ежемесячная заработная плата зависит от объема проделанной работы. Ну, то есть за месяц можно стать миллионером? Миллионером точно. Казанским. Но даже в городе таких зарплат нет? Нет, город рядом не стоит. Город рядом не стоит. В городе 60-70 тысяч зарплат. Тогда почему, интересно, все население в город стремится? Обленились. Народ обленился. Не хотят работать. Сельский труд – это очень тяжелый труд. У Алжаса тоже есть дети. Они еще маленькие, но и их понемногу приобщают к работе на хозяйстве. Надо же продолжать династию семьи нашей. Кроме меня, кто больше будет продолжать? У вас дети есть? Дети есть, да. Тоже приобщаете? Ну, они еще маленькие, но приезжают со мной, смотрят все, интересуются. Они тоже, думаю, подрастут, потом тоже будут продолжать. Вот так семейная история тесно переплелась с историей населенного пункта. Возможно, поэтому у наших героев и болит душа за развитие своей малой родины. Их старания не прошли даром. Аул процветает. А в прошлом году его включили в сборник топ-30 сел по стране. Кроме Дейндыка, Северный Казахстан также представил населенный пункт Новонекольск. Работа есть у населения? У населения, да. Досуг есть. Всего процветает. Все, формула успеха простая. Хотелось бы, чтобы все села в Казахстане процветали. Все-таки крестьянские хозяйства в них – это основа продовольственной безопасности страны. Но для этого нужно создавать условия для притока населения в регионы. Вы смотрели программу «Малая Родина». Увидимся в следующем выпуске. Субтитры подогнал «Симон»